Всем добренькое утречко! Я люблю кашу! Вот сегодня у нас гречневая каша на завтрак. Приятного аппетита! Спасибо! Пока Домир завтракает, я буду быстренько мыть посуду, потому что нам сегодня к 12 нужно к логопеду в садик сходить. Они не в курсе, что Домир болеет, но нам нужно сходить к логопеду и оформить документы, чтобы с ними бесплатно занимались. Мы сейчас с ним пришли комиссию, для того, чтобы он в садике бесплатно занимался с логопедом. То есть логопеда будет несколько раз в неделю забирать к себе на занятия. Это очень удобно, потому что это бесплатно. К платному мы также и ходим, но планируем еще месяца два, и потом, чтобы только бесплатно Домир занимался. Это очень удобно, поэтому сейчас поедем заполнять все бумажки к логопеду. Я тоже сейчас сама покушала и прилегла. Кстати, записалась на брови, так что сегодня в три пойду на бровки. Так, все, побыли мы у логопеда. Я подписала все документы, сейчас едем домой, Домир уже спать хочет. Мы уже пришли домой, сейчас будем ложиться на дневной сон. Так, мы с Домирчиком садимся кушать, доедаем голубцы. Так, мы сейчас выехали. Я сейчас еду за мамой, она на педикюре. Заберу ее и с Домиром оставлю у нее дома, и сама поеду на бровки. Все мы такие вот девушки-красавицы. Мы уже дома. Бровки замечательные, вот такие вот готовы. Я обожаю своего мастера, я никогда ее ни на кого не променяю. Вот нашла ее, уже давно у нее так делаю. Но я вообще брови редко делаю. Нужно их как бы делать каждый месяц, а я делаю раз в два, раз в три месяца, чтобы как бы сильно много денежек не тратить. Так что я редко хожу. Но результат мне нравится. Такие натуральные, красивые бровки получаются. Смотрите, какой сладкий. Боже, я так обожаю котиков. У меня там стирка стирается. Сейчас я наливаю там с Домиром чай, с холодом попьем чаем. Да. Ой, так люблю котиков. Жалко, что у меня аллергия. Кстати, о котиках я с вами никогда на эту тему не разговаривала. Почему-то как-то подзабыла. Хотела с вами поделиться. Вот у меня же сейчас аллергия на пыль ужасная, с которой я мучаюсь. Все никак не настроюсь делать уколы. Единственный выход из ситуации это делать уколы в нос от аллергии. И тогда мне станет легче. По-другому аллергия не лечится. И просто нужно ежедневно на протяжении всей жизни, наверное, пить таблетки. Пользоваться спреем, да, каплями от аллергии. Ну, постоянно вот эта движуха вся. И у меня так было не всегда. Плюс к этому у меня ужасно страшная сейчас аллергия на котов. Я просто спокойно не могу жить. Даже мне хватает час побыть, например, у кого-то в гостях. У меня опухают глаза. Сами вот глазные яблоки у меня прям сильно все опухает. А если уж ненадольше задержаться, да, вот так вот месяц пожить, я будто опухшая, как будто меня избили. Но так было не всегда. Примерно я всю... Когда я была маленькая, у нас были коты. Я, конечно, не помню, куда девались, там, сбегали. Разное было, когда я была маленькая. Но в осознанном возрасте, когда я была примерно в пятом, шестом классе, честно, не помню, где-то такой период, у меня была подруга, у которой была кошка. И она у нее часто рожала, очень часто. И таких котят разноцветных. Она, потому что у нее была кошка четырехцветная такая, знаете, разноцветная. И у нее всегда рождались разные котята, прям разных оттенков. Хоть и рыженький, хоть черненький, беленький, разные были. И я начала мечтать о котенке в тот период. Каждый раз, когда ее кошка рожала, я уговаривала маму завести котенка. Очень было много отказов, не хотела она этого. И в один прекрасный момент все-таки я ее уговорила, и она согласилась. Если я была такая радостная, моему счастью просто не было предела. И вот мы выбрали мальчика. Назвали его Барсик, Барс. Барсюся называли его. Он был такой белый, с рыжими пятнышками. Я его очень сильно полюбила. Но изначально, когда я его выбрала, у него было что-то со здоровьем. Он рыгал, еще будучи котенком. То есть, очень часто ему было плохо. То есть, изначально мы его взяли уже таким немножко больным. Но мне его просто стало жалко, поэтому я выбрала его. У меня были варианты выбрать другого котенка. Потому что подруга говорила, вот этот такой вот хиленький, все. Но, видимо, что-то сработало во мне. Мне стало очень его жалко. И я выбрала именно его. Принесла его домой. Все, я очень радостно. У меня вход. Прожил он недолго, сразу говорю. Наверное, полтора-два года он прожил. Совсем недолго. Так как у него камни в почках что-ли образовались. Он перенес операцию. После операции, когда он еще не восстановился, мы поехали в отпуск и оставили его знакомым. И пока мы были в отпуске, знакомые сказали, что он умер. Скорее всего, это было от тоски. Потому что он только после операции еще не восстановился. И тут его любимые люди уезжают, да, хозяева. И он остается совершенно с чужими. Может быть, он подумал, что его бросили. Мне кажется, он мог даже умереть на почве от тоски. Ну, как мне кажется. Ну, для меня это было вообще шоком. И мама очень расстроилась, очень плакала. Вот так вот у меня получилось. Больше котов заводить не захотела мама. И вообще и гены котов как бы не очень, да. Больше собак любит. Ну, и как бы вот был у меня единственный шанс в жизни, что мне разрешили котенка. И вот так вот сложилось, что он прожил он недолго. Далее беременность. Я переехала жить отдельно. И, честно, не помню, как-то... И Дамиру, может быть, ну, больше года было ему. Может, полтора-два ему было. Это еще до Вити. Где-то, наверное, полтора года ему было. И я уже думаю, все, я живу отдельно. И, кстати, забыла напомнить. Аллергии у меня не было на того кота, которого мы завели. То есть, все было идеально. Вообще мне не было плохо. Он и спал со мной. И все было отлично. И вот, родив Дамира, я такая думаю. Все, я большая, самостоятельная, живу отдельно. Почему бы мне не завести котенка? И получается, я уже поняла, что я вполне самостоятельный человек. Живу отдельно. Ни у кого не нужно спрашивать разрешение. И я тогда так обрадовалась. Все, я начала искать котенка. В этот раз я хотела девочку. И, получается, я искала по объявлениям бесплатно котенка. Нашла рыженькую девочку. Боже, она такая была красивая. Я даже не знаю, найду ли я фото. Если найду, вставлю. Она была очень красивенькая. И самый главный плюс был ее в том, что она уже была приучена к туалету. К своему месту. Потому что, когда мама завела мне того мальчика, разрешила взять котенка, с ним мы долго мучились, чтобы его приучить к туалету. Он вечно где-то да и нагадит. А ее я вот как только забрала от хозяев, она вот сразу ходила на свое место. Я купила и все. А у нас еще в деревяшке, это было как раз таки в той квартире, у нас в двери возле туалета, ну внизу дверью обрезана. То есть такой вход для кота специальный. Вырезан квадрат. И получается, даже если дверь закрыта, то есть она легко сама, когда ей надо, ходила в туалет. Это было вообще очень легко, при том, что у меня уже был ребенок. И как бы было бы тяжело, да, учить котика еще на место ходить. И что касается Дамира, он уже тогда ходил, ему очень нравился котенок, он никогда его не бил, не дергал. Он, знаете, возьмет ее за подмышечки вот так вот, да, несет мне или там на кроватку положит. Ну то есть он с ней аккуратно, совершенно прямо управлялся, прям вообще аккуратно, любил ее очень. Да и я ее очень любила, девочку. Я уже, честно, даже не помню, как ее назвала. Вот даже не помню, как я ее назвала. Но так получилось то, что со временем я начала замечать насморк. Да ладно бы только насморк. Она всегда, она была очень любвеобильная и всегда лезла к лицу, спала рядом со мной, знаете, возле лица. Да, Дамирыч тогда в кроватке спал. И после носа я начала замечать, что у меня прям сильно опухли глаза на утро. Я вся опухшая, я умываюсь, холодная вода уже все, и оно не проходит. Мне идти там в колледж, да, и я ходила как избитая. Вот реально вот я выглядела так, как будто меня избивали. Вот всю ночь, не знаю, там по глазам били. Может кто-то мне врезал там. Но это было очень страшно, очень выглядело. Я порой даже не возвращалась домой иногда. Знаете, после учебы гуляла, сидела на скамейке. Я боялась заходить домой, потому что у меня в голове было то, что, блин, мне придется ее отдать. Так жить не смогу. Был вариант, что может быть это пройдет. То есть я уже решила точно, буду пить таблетки, значит, всю жизнь. У меня всегда были таблетки от аллергии, капли, но это вообще не помогало. Я каждый день пила таблетки, но они вообще не помогали мне. То есть я не знаю, только у меня так или нет, но просто у многих людей знают, что они пьют таблетки, и как бы все хорошо. И дальше живут со своими животными, но не у меня. Мне вообще не помогали таблетки. И опухлость, она спадала, пока я в колледже. И как только я возвращалась домой, опухлость сразу возвращалась. Иногда уже начиналось такое, что она даже не проходила. Она не успевала за время, пока я в колледже, пройти. Ну, короче, вообще я очень от этого страдала. Мне было очень больно это принять, но я выставила ей объявление бесплатно отдать ее. То есть, опять же, чтобы ее забрали в хорошие руки. Забрали у меня ее быстро, в течение трех дней. Ну, я очень сильно плакала. Я ее полюбила. И это моя мечта всегда, всю жизнь моя мечта была завести котенка. И когда я стала самостоятельной, да, так получилось, что вот мой организм не выдержал. Я ходила к аллергологу. И, конечно, мне сказали то, что это аллергия. Вот мне подтвердили, что у меня аллергический насморк. Сейчас вот нет кота, да, с глазами у меня все хорошо. Но насморк у меня так и не проходит. У меня аллергия на пыль. И как аллерголог предполагает, она сказала то, что роды повлияли на то, что у меня появилась аллергия. Так как до родов у меня этого всего не было. Прямо вот реально период родов, он так повлиял на это. Ну, часто говорят то, что после родов у мамы со здоровьем что-то случается, да. Я вечно что-то у каждого свое. Вот у меня роды повлияли на образование вот такое, аллергия вот у меня появилась. Хотя раньше я жила спокойно, я вообще никогда не страдала этим. А сейчас прожить день без насморка для меня это просто счастье. Вот такие вот дела. А сейчас начался период у Дамира. Он очень сильно хочет котенка. У него начался этот период. Я его прекрасно понимаю. Но вырастет и пусть у него будет котенок. Я ему об этом говорю, то что у нас не получится. И мама и папа болеют, когда котенок дома. Мы еще с Витей сошлись. Мы прям очень в этом похожи. Что у него тоже ужасные аллергии на животных. Прям вообще у него в семье была собака. Такса. У них она до сих пор. До того, как мы сошлись, он же жил с родителями. Но вот он очень сильно дострадал. У него прям тоже на шерсть, на животных, на что-то. У него очень сильная аллергия. Поэтому мы два сапога пара нашли друг друга. И в нашей семье никогда не будет животных. Поэтому я довольствуюсь малым. Вот я на телефоне наблюдаю котиков. У меня на сегодня прощаться. Уже все буду мыться, умываться и ложиться спать. Домира я уже положила. Как всегда, наша процедура на ночь проделала. Лечебная. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok